Приветствую! Вчерашний указ Зеленского номер 732 о ликвидации МСЭК вызвал бурю эмоций. И эти эмоции многим людям не позволили увидеть другой пункт. Пункт, который, возможно, более важен для них, нежели ликвидация МСЭК. Речь идет о вот этом положении данного указа президента Украины. О положении, которое предусматривает безусловное выполнение решения РНБО номер 576 за 2023 год. А о чем же это решение и чем оно так важно, спросите вы? А ответ прост. Данное решение предусматривает пересмотр всех постановлений ВЛК и всех решений МСЭК о присуждении инвалидности, начиная с того момента, когда в Украине была объявлена мобилизация. А мобилизация в Украине у нас идет с 24 февраля 2023 года. Если вы думаете, что это просто лишь мое мнение, то, чтобы вы убедились в правильности моих слов, мы сейчас с вами посмотрим именно это решение РНБО номер 576 и поймем, а что же нам ждать. Вот это решение РНБО номер 576, которое введено в действие указом президента Украины номер 576 дробь 2023. И оно имеет название вот такое. Про вейсково-ликорскую экспертизу в Збройных Силах Украины. Естественно, читать в полном варианте мы это не будем, мы прочитаем только то, что нам интересно. А нам интересно в первую очередь здесь вот этот пункт 1.1. И здесь мы видим, что указано. Кабинету Министров Украины забезпечить перше утяжневый строк утворения, чого утворения, робочих групп, из проверки об грунтованности решений медико-социальных экспертных комиссий та військово-ликорских комиссий, щодо встановления инвалидности, вызнания непредатности до військовой службы, принятых в период дії правового режиму военного стану в Украине. То есть в пункте 1.1 идет речь о создании комиссий, которые будут пересматривать решения МСЭК и решения ВЛК. А дальше идем пункт 1.2, вернее 1.2, прошу прощения, вот он. Если здесь мы почитаем, то мы понимаем, что здесь Кабинету Министров Украины поручается утромесячный строк забеспечит проверку рабочими группами, соответственно, чего? Решений МСЭК и ВЛК, касающиеся установления инвалидности и признания непригодным к воинской службе. И это будет пересмотр тех решений, которые приняты во время введения военного положения в Украине. А дальше что они говорят? Что делать, если будут выявлены факты, не обоснованно во принятии таких решений? Инициировать пересмотр этих решений, и информировать при наличии соответствующих оснований соответствующие правоохранительные органы. И вот здесь, конечно, возникает вопрос, а как это будет происходить? Эти комиссии будут вызывать каждого человека и осматривать его, либо же это будет только по документам. Прежде чем ответить на этот вопрос, хочу вам напомнить, что у меня есть телеграм-канал. Информации там гораздо больше и появляется она оперативнее, чем в ютуб-канале. И также я там стараюсь отвечать на ваши вопросы в комментариях. Ссылочка на телеграм-канал есть в описании к этому ролику. И возвращаясь к нашему вопросу, как это будет происходить. Но, во-первых, в самом указе это не сказано. Ни в указе президента номер 576, ни в указе номер 732 этого нет. Но, поскольку там все-таки сказано, что это идет пересмотр решений, мы предполагаем, что людей вызывать не будут, а будет просто изучение документации. И уже на основании изученной документации будут делать вывод о том, насколько обосновано то, либо иное решение. Ну и понятно, что в первую очередь здесь, мне думается, будут затрагивать тех людей, у которых, ну скажем так, пустые дела. Потому что мы прекрасно понимаем, что есть люди, которые покупали и инвалидность, и непригодность к воинской службе. И в личных делах таких людей там совсем, скорее всего, мало документов. Либо вообще они отсутствуют. И вот это все, ну, в первую очередь этих людей затронет. И, естественно, их уже в дальнейшем будут вызывать либо на ВЛК, либо на МСЭК. Конечно, здесь поднимаются вопросы обратной силы закона. Поднимаются вопросы того, насколько такой человек, например, исключенный с учета. Обязан ли он приходить на ВЛК. То есть, если его уже исключили с учета, есть все соответствующие записи, и сейчас его вызывают, он обязан приходить? Как мне кажется, нет. ПАМСЭК, тоже большой вопрос. А почему он должен прийти сейчас на осмотр? Ну вот его ж понятно, что будут вызывать в дальнейшем, да? Если сомнения будут. А мы же знаем, что, исходя из действующего законодательства, инвалидность продлена до конца военного положения. А это что значит? А это значит, что Кабмин может изменить вот эту постанову 390 и отменить это правило для того, чтобы у всех была необходимость явиться на МСЭК. Но это, опять же, мое предположение. В любом случае, для Кабмина сейчас стоит вопрос, как адаптировать действующее законодательство. И я думаю, что в ближайшее время все-таки этот вопрос будет поднят и законодательство изменят. Как? Узнаем, когда это произойдет. И когда это произойдет, я постараюсь максимально оперативно вас информировать об этом. В связи с тем, что никто не знает, каким будет законодательство о мобилизации через 3 месяца, то есть когда закончится срок проверки решений ВЛК и решений МСЭК, я не могу вам дать какие-то действенные юридические советы на сегодняшний день. Соответственно, здесь мы заканчиваем видео таким многоточием. И как только появится что-то новое, я обязательно уже запишу видео с конкретными советами, что делать в этой ситуации. Ну а на сегодня у меня все. Если вы считаете, что данное видео было вам полезным, поставьте ему лайк и подпишитесь на мой YouTube канал, чтобы не пропустить новости мобилизации. Ну а я вам традиционно пожелаю удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.